Всем привет! Мы Игорь Мишков, это Саша Чпурной, и мы хотим сегодня представить нашему вниманию Эрго, это целостный дизайн криптовалюты. Для начала, да, структуру нашего доклада, сначала мы расскажем вообще, откуда взялась идея Эрго, и кто мы такие, и зачем мы хотим это сделать, расскажем про проблемы потенциальные блокчейнеры, которые мы планируем решить, и, собственно, Эрго Солюшн, каким образом мы планируем решить существующие проблемы в разных блокчейнах. Начну с идеи Эрго, и откуда она вообще появилась, и в каком-то смысле представлю нас тем, кто нас не знает. Мы в мире криптовалют, блокчейнов, существует, в принципе, два лагеря. Лагеря теории, академики, которые пишут статьи, которые придумывают какие-то очень сложные и интересные схемы. Все доказано безопасно, много возможностей предоставляются в этих статьях, как в официальной транзакции, доказательства выполнения произвольного кода и так далее. Проблема в том, что часто эти научные разработки непрактичные. Мы не раз сталкивались с таким подходом, что на бумаге все красиво, все хорошо, но если пытаться это реализовать, подразвивается либо синхронная сеть, либо общение всех участников сети, с каждым, с каждым, что требует терабайта данных в минуту передавать по сети и так далее. Таким образом, схемы в теории красивые и хорошие работают, но на практике реализовать их достаточно сложно. С другой стороны, есть практическая часть криптовалют. Уже существует около тысячи разных блокчейнов. Они все какие-то возможности предлагают. Как правило, это некоторые эмбирические решения. Иногда просто исход какие-то решения, то, что они хотят сделать. И, соответственно, возникают вопросы устойчивости. Периодически такие блокчейны раз ломают. Доказывает, что XCM-а анонимизация не равна. Выходила статья о том, что транзакции в Монеро не анонимны. Хотя заявлялось долгое время, что это не так. Полная анонимность и так далее. Происходит потому, что, в принципе, решения, которые пытаются применить блокчейны, не имеют научного обоснования. Может быть, они работают, может быть, они не работают. Может быть, они работают сейчас, но перестанут. Через такое время найдут уязвимость. Наш вопрос, который мы поставили, в принципе, уже почти два года назад. Что здесь посередине и что тут находится вообще. Ну, вот классический уже известный всем нем. И это правда, к сожалению, что часто даже в рамках одной и той же компании есть подразделение, которое занимается research'ем. И у них есть очень мощные научные разработки. А контрактики, когда пытаются спустить научные разработки программистам, они это не понимают, не могут их реализовать или реализуют не так, как написано на бумаге, в результате чего это все не имеет никакой безопасности или смысла в принципе. И, собственно, мы решили уже практически два года заданять эту нишу с проектом Scorax, который предназначен для того, чтобы прототипировать научные идеи. То есть наша идея была сделать научные разработки чуть-чуть ближе к практике, если есть какой-то алгоритм написанный на бумаге, его реализовать, посмотреть, какие с ним реально есть проблемы. Мы так реализовывали. Действительно находили многие уязвимости в статьях, опубликованных в серьезных журналах, в спиртбикю и так далее. Вот этой деятельностью мы занимались почти два года. Сейчас мы решили пойти немножко с другой стороны и сделать мир практически криптовалют более научным. Скажем так, это идея проекта Ergo, это идея сделать блокчейн, который в себе объединяет научные разработки последних, грубо говоря, десяти лет после появления биткоина, что очень много хороших идей существует на бумаге или в каких-то прототипах, но не доходят до конечных блокчейнах. Собственно, идея Ergo — это сделать масштабированный, дружелюбный, синхронизованный блокчейн путем кульминации различных идей, которые друг друга заполняют. И, конечно же, не все идеи могут друг друга дополнить, какие-то друг другу просто противоречки. Начну с проблем. Какие проблемы существуют сейчас с блокчейном по нашему мнению? В первую очередь, но оно, как правило, не очень пентайно. Наиболее, наверное, популярная, обсуждаемая проблема всех криптовалют и блокчейна как технологии — это низкая блокбусная способность. Геодрилин андракт здесь не будет в биткоине, и кто-то предлагает чуть-чуть повыше. В биткоине при этом уже все блоки забиты, желающих записать туда свои данные гораздо больше, чем возможности этого самого блокчейна. В результате повышаются достаточно заметно комиссии за транзакции. И, в принципе, как технология биткоин не подходит для массовой адаптации просто потому, что любой, если все жители земли начнут им пользоваться как платежным средством, это не получится. И, в принципе, это для любого блокчейна сейчас существующего применимо, что многие проекты, рассчитанные на массовую адаптацию, которым нужна куча пользователей, чтобы взлететь, они никогда не смогут взлететь просто потому, что либо у них не будет кучи пользователей, либо, когда они достигнут большого количества пользователей, они уткнутся в пропускную способность сейчас. Пропускная способность, наверное, самая обсуждаемая сейчас проблема блокчейнов, но есть и другие. также популярная тема сейчас это так называемый смарт-контракт, возможность засунуть в блокчейн некий код. Эта возможность есть уже в биткоине, почему-то про нее не говорят как про смарт-контракты, и не считают, что это что-то поддающееся. В биткоине вы можете потратить деньги по какому-то условию, вы можете каждой монетке, которую вы владеете, приписать скрипт, который будет ее тратить. Чтобы потратить какие-то монеты, вам нужно подать на вход скрипта такие данные, чтобы получить на выходе труб. Как правило, этот скрипт, 90% транзакции, это предоставить подпись транзакции, просто подпись. Есть другие возможности, есть возможности мультиподпись, подпись 2 из 3, там 3 из 5. Есть относительно недавние инструкции по времени, что там до какого-то времени кращу эти деньги я с вами публичным ключом, в основе какого-то времени где деньги тратятся мультиподписью 2 из 3. В принципе, уже в биткоине есть какие-то намеки, идеи, кода на блокчине, но инструкция достаточно лимитирована, инструкции достаточно сильно обрезаны, их не хватает для многих протоколов, которые пытаются построить овер биткоина, для того же лайкинга, который сейчас ведет очередная грамма биткоина с принятием сегвита, и не могут его принять, по большей части его хотят туда внедрить, потому что благодаря этому будет возможно обновлять как раз этот скриптовый язык, и можно будет реализовывать более сложные протоколы поверх блокчейны биткоина. Другая идея это смарт-контракты, как они реализованы в эфириуме, так называемые языки общего назначения, что формально у вас есть тюринг-полный язык, на котором вы можете написать вообще все что угодно, это не языковая идентификация, это некий код, который вы можете инициировать транзакции, которые вы туда засылаете. Тут есть несколько моментов, которые я хочу отметить. Во-первых, часто говорят, что это тюринг-полный языки, на котором можно программировать вообще все что угодно, и делаете что хотите. Это не совсем так. Формально сам по себе язык тюринг-полный, но реально то, что вы там напишете, ограничено лимитом газа, так называемого эфириума. У вас есть лимит на ваше вычисление, которое вы можете сделать. И эффективно вы можете реализовать не вообще любую программу, а только достаточно узкое подножество программ. Более того, этот лимит газа меняется майнерами, и есть хороший пример в случае с AmbiSafe. Компания, которая имела смарт-контракт, который требовал что-то вроде двух миллионов газа для инициализации. Достаточно много, но они работали, готовы были за это платить. А во время DDoS-атак осенью прошлого года все эти фирмы погибались, майнеры решили понизить лимит газа, понизили его, да, по-моему, 500 тысяч, и, собственно, компания AmbiSafe была вытянута из бизнеса, потому что ее тюринг-полный работающий язык не влезал в лимит газа, который поставил майнерами. Поэтому подобные языки смарт-контрактов не надо тут думать, что на них можно реализовать вообще все, что угодно, а на них можно реализовать все, что угодно в рамках вычислений, ну, в рамках стоимости вычислений, которая заложена в системе. И вот так как это тюринг-полный язык, сложность очень сложно оценить, в общем случае вообще невозможно оценить, откуда идут всякие DDoS-атаки. Опять-таки, вроде того, что было просить меня в эфире, есть дешевые инструкции, которые стоят дорого, есть дорогие инструкции, которые стоят дешево. Ну, в смысле, есть сложные инструкции, которые стоят дешево, есть простые инструкции, которые стоят достаточно дорого. Ну, и опять-таки, еще одна проблема таких языков, отмечу, что они представляют много возможностей. Можно сделать почти все что угодно, но много возможностей это и много потенциальной поязвимости. Много возможностей ошибки. Больше возможностей что-то сделать и больше возможностей совершить какую-то ошибку. Про ошибки в смарт-контрактах, наверное, все знают. Следующее, к чему я хочу перейти, опять-таки все еще проблемы существующие, это блокчейн и состояние, скажем так. Любой блокчейн линейно растет со временем. Это линейная связка блоков, которые только добавляются, никакие линейки не играются. Размер блокчейн растет со временем. В этом есть еще текущее состояние. В биткоине это U2XO, в эфире есть понятие water state. Проблема стоит гораздо меньше, он тоже растет по времени. Это график для биткоина. Он должен быть доступен гораздо быстрее для эффективной валидации транзакций. Грубо, он должен лежать в оперативной памяти. Другим образом, в биткоине есть бесконечно растущий блокчейн, сейчас порядка 100 гигабайт. Бесконечно растущий state, сейчас порядка 2 гигабайт, но тут будут 2 гигабайта, которые должны находиться в быстром хранилище. Проблема тут возникает в том, что первое, пользователю не очень хочется качать эти 100 гигабайт, тем более хранить у себя еще 1,6 гигабайт в оперативке. Это, в принципе, невозможно на большинстве смартфонов или легких нодах, и вы не можете запустить, например, для биткоина фулл ноду у себя в кошельке, у себя в смартфоне. Чтобы как-то пользоваться биткоином как платежным средством в смартфоне, пользователи идут на централизованные сайты, на какие-то веб-сервисы или приложения в конце концов, но которые тоже, на самом деле, работают централизованно. Большинство пользователей пользуются блокчейн-инфо, который популярен, все хорошо, в принципе, его пока вроде не ломали, но по факту там лежит очень много денег от очень большого количества пользователей. Этот же блокчейн-инфо используется как блокчейн-блок-эксплорер большинством пользователей. То есть реально, если его когда-нибудь сломают, то можно будет вывести кучу денег от огромного количества пользователя, и более того, еще и спрятать транзакции, которые выводят эти деньги и продукты с блок-эксплорера, что атака останется незамеченной очень долгое время. Ну, для остальных блокчейнов, в принципе, ситуация тоже самая. Биткоин, как правило, лучший пример, но очень много где есть вообще единственный блок-эксплорер, который контролирует те же самые люди, которые контролируют их кошелек. Это эффективно, в принципе, такая точка, единая точка отказа, на что обычно хвалят блокчейн-системы, что они децентрализованы, они не имеют единой точки отказа, но реально так как все пользуются этим блокчейном в централизованной манере, то возникает единая точка отказа, вот те сервисы, которыми они пользуются и пользуются. Пользуются они эти, потому что большой стейт, большой блокчейн, просто неудобно это сделать в кошельке или в ноутопе. Так же, как другая проблема, это сильно растущий стейт, как стейты блокчейн растут линейно и, в принципе, бесконечно, то уже достаточно сложно, например, майнить на обычном железе, на каком-нибудь ноутбуке, даже если это, возможно, еще не изобреняйте криптовалюты. И, в принципе, это приводит к ограниченной сети майнеров, то есть есть несколько майнеров, у которых очень мощные компьютеры, которые в состоянии вот это поддерживать и обрабатывать, и остальные пользователи, которые доверяют этим майнерам, пользуются блокчейном в централизованной манере. Есть такая растущая блокчейн стейт и необходимости качать обычного пользователя, это проблема, которая приводит к централизации. В принципе, приводит к централизации недвижимости. Дальше я вступаю к слову Саше, который попробует вам рассказать, как можно от этого уйти и что можно с этим сделать. Привет всем. Про проблемы Дима рассказал теперь про решения. Ну, значит, Ergo у нас использует Proof-of-work, алгоритм консенсуса. Proof-of-work, правда, немного необычный, то есть сейчас у нас вот этот блокчейн, да, он линейно растет, его надо линейно загружать, если вы хотите полные гарантии безопасности иметь в бесконне. Но, на самом деле, в эфире мы, допустим, от этого уже потихоньку уходят, то есть после осенних атак загрузить полностью блокчейн с начального момента времени стало проблематичным на обычном ноутбуке. Теперь обычно пользуются там режимом fast нет в клиенте или warp в parity заключается в том, что загружается состояние, допустим, тысячи блоков назад, целиком проверяется и потом загружается, допустим, это тысяча блоков, то есть вы приходите в текущий момент времени с тем же самым состоянием, что и загружая все блоги сначала. Ну, в предконне такого невозможно, в эфире там есть ряд технических возможностей это сделать. Вот, но в эфире схема она, во-первых, опять же, отбок, как говорится, то есть непонятно там откуда эти цифры взялись, там почему тысячу блоков, там они не стоят, там и сто тысяч, и непонятно, опять же, зачем манерам хранить, или не манерам, а модам, там, состояние тысячи блоков назад. То есть rollerchain, рабочее название proof-of-work алгоритма, он работает в сложных условиях, когда вообще узлы сети выкидывают все блоки после того, как они обработаны, соответственно, все, что не нужно больше, все блоки выкидываются всеми участниками сети. Вот, и теперь мы, значит, модифицируем proof-of-work таким образом, что он теперь заключается в том, что манер доказывает то, что у него вот здесь вот есть состояние некоторое количество блоков назад. То есть proof-of-work теперь выступает как доказательство хранения состояния какое-то количество блоков назад, и теперь, в общем, все проблемы решаются, то есть у манеров как минимум есть мотивация хранить состояние, новые ноты могут попасть в сеть, и гарантированно у нас какой-то суффикс. Есть блокчейна, полные блоки, пока майнинг идет в сети, то есть то, что вообще майнинг осуществляется, не берутся новые блоки, является свидетельем того, что у нас есть исторические состояния хранятся они майнерами как минимум. Значит, теперь у нас только бесконечно растет сеть из заголовков блоков, но она небольшая, в бетхоне 40 мегабайт, в эфире, наверное, 200 или 300, но все равно это копейки там по своей.